Антисептиком дорогу вас пользуетесь? Да, конечно. Он у нас размещен после угол и также есть у нас на главном стейшне. Дорогих гостей самарские рестораны теперь встречают антисептиком. Заведения перешли на усиленный режим дезинфекции после предписания областного Роспотребнадзора. Столы для гостей, рабочей поверхности, ручки теперь обрабатывают каждые полчаса. Посуда моется при высоких температурах в специальных автоматах. Компании, которые приходят в ресторан, официанты рассаживают на дистанции не меньше метра. Особое внимание уделяют самочувствию и гигиене персонала. У нас есть такой, скажем, журнал «Замеры температуры сотрудников». Мы меряем температуру абсолютно всем, кто только пришел на работу. Дальше мы проводим замеры с часа до двух и в конце рабочий смысл. Если вы заходите с улиц, то мы обязательно сначала обрабатываем руки дезинфектором, потом мы моем руки с мылом, раздеваемся, моем руки с мылом и обрабатываем руки еще раз. Только после этого выходим в зал. Посетители говорят, благодаря этим мерам они не переживают за свое здоровье. Мы пришли на набережную, здесь очень мало народу сейчас гуляет. Мы как-то близко к другим людям не подходим. Когда соблюдаешь определенные меры безопасности, это мыть руки, лицо, близко не подходить к другим компаниям или группам, то я думаю, да, спокойно можно сидеть и посещать такие места. Затем, как самарские кафе и рестораны выполняют рекомендации, строго следит Роспотребнадзор. В соответствии с постановлением главного государственного врача Российской Федерации и управлением в предприятии общественного питания выдано предписание оба дополнительных мерах по усилению профилактических дезинфекционных мероприятий. Выполнение предписаний находится на контроле управления. Рестораны и кафе, которые не будут соблюдать санитарно-эпидемиологические требования, будут оштрафованы. Сумма наказания доходит до 20 тысяч рублей. Кроме того, работа заведения может быть приостановлена. Андрей Горгуленко, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.